Моя учеба начинается в 12.30. Я выхожу из дома в 10.30. И бывают такие времена, когда мы опаздывали на занятия. Как и всем детям этого села, в школу на Илю приходится ходить пешком. 4 часа туда и обратно. Из-за разбитой дороги сюда ходит всего одна маршрутка. Доехать до центра села стоит 15 сомов. За покупками и по делам сельчане привыкли добираться, как придется. Пешком иногда. Иногда такси вызываем, а такси дорогая. До вокзала почти полчаса ездить надо. А бабушки у нас, население есть бабушки, они не могут никак ездить по пешком. Такси вызывают. Такси – это если повезет. В большинстве своем водители просто отказываются сюда ехать. Так и говорят, по разбитой дороге не поеду. Однажды в селе случился пожар. К местным властям сельчане обращались не раз, но их только перенаправляют от одного чиновника к другому. Никакой реакции, а уж тем более помощи за много лет так и не последовало. Однако в официальном письме помощника губернатора Чуйской области ответ значится вполне конкретный. Согласно НИМУ, на ремонт этого участка дороги выделено 900 с половиной тысяч сомов. С 2014 года мы обращаемся в разные инстанции. От Акима до министра транспорта. Нас постоянно отправляют то к мэру, то к губернатору, то еще к кому-то. Сначала говорили, что дорогу строят. Министр транспорта сказал, что средства на это выделяются. В 2016 году первый помощник губернатора тоже сказал, что деньги на ремонт выделены. Но дороги у нас как не было, так и нет. Видимо, там какие-то свои коррупционные схемы происходят. По словам жителей села, дорогу прокладывали еще в 60-х годах. С того момента проводился ямочный ремонт. И тот пару раз. Старые ямы с каждым днем становятся все больше. А как доказать, что на выделенные деньги дорогу так и не привели в порядок, сельчане не представляют. В череде нескончаемых бюрократических проволочек людей пугает грядущая зима, что и без того разбитую дорогу занесет снегом, и они окажутся отрезанными от мира.